Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Поставки меда, воды и ремонт погранпункта. Торговые отношения Горного Алтая и Монголии продолжают укрепляться. Мы живем на помойке, а теперь еще станция депо-сортировочная. Настоящее противостояние. Барнаульцы добиваются закрытия масштабного рынка рядом с домом. Устали от шума и антисанитарии. 13 постановок по произведениям Шикшина. На Алтае стартовал второй театральный фестиваль «Здравствуйте, люди!» Власти Барнаула приняли решение поменять перевозчика на 104 маршруте. Это тот самый маршрут, которого часами ждали жители поселка Бельмесева. Решение аргументировано тем, что действующий перевозчик не может в полном объеме обеспечить работу маршрута. Напомним, пару дней назад мы общались с жителями Бельмесева. Транспортная проблема там возникла давно, но пика достигла именно в сентябре. По словам местных жителей, пассажиры часами вынуждены были стоять на остановке в ожидании автобуса, опаздывать на работу, в школы, в вузы и добираться до дома автостопом. К слову, перевозчик 104 автобусного маршрута объяснил факты срывов рейсов и нарушений расписания дефицитом водителей. Но это не помогло ему остаться на маршруте. Комитетом уже достигнуты договоренности с одним из перевозчиков о готовности выхода на данный маршрут с середины октября. Это позволит обеспечить стабильный выход автобусов на маршрут в достаточном объеме и в соответствии с расписанием. Комитет будет ежедневно проводить мониторинг пассажиропотока, анализировать ситуацию и при необходимости вносить корректировки. Жители одного из барнаульских многоквартирных домов уже 10 лет пытаются разогнать торговцев местного стихийного рынка, которые, по словам жителей, не только мешают им спать, но и бросают отходы за домом, а также не стесняются справлять там нужду. Речь о стихийном рынке в районе Докучаева на Попово. Подробности многолетней истории выясняла наша съемочная группа. Мы живем на помойке, а теперь еще станция депо сортировочная. Причина – стихийный рынок под окнами. Жители дома по адресу Попово 64 утверждают, что 10 лет бьются о закрытые двери. Сегодня возмущение и недовольство достигло своего пика. Так грузовыми контейнерами возят продукцию Докучаевского рынка. С пятницы по сегодняшний день мы, жители дома нашего, вышли на противостояние с торговцами. Ну, куда уже дело дошло до того, что скоро депо сортировочное будет у нас. Здесь пригнали контейнер и уже по счету он четвертый. Сил больше никаких терпеть мы не нашли. Последствия от пребывания торговцев – дискомфорт для жителей дома. Это вытоптанные газоны, это загубленные деревья, потому что полоски и помои выливаются все сюда. Приходят нам во двор сюда и, извините, исправляют нужду. И всем этим мы дышим, и все это мы видим. Мы живем, как на узбекском базаре. У нас летом там повсю торгуют, ночуют. В жаркие дни окна открыть невозможно на сторону рынка. В 4 часа утра солнце встает и начинается дележка мест. Это ругань постоянная, маты, перематы. Вот это неудобство. Дети маленькие. Приходится закрывать окна, чтобы не слышать эти маты. По 40 минут от ленты едут люди к нам, к дому, к подъездам, жители наши. Потому что кругом пробки. Пославили шлагбаум всего лишь месяц. И сейчас матерят, нас крушат там с той стороны тоже пробки вдоль дома. Жители, говорят, обращались в разные инстанции. И в администрацию Ленинского района, и в правоохранительные ведомства. Причем неоднократно. Отписки все как под копирку идут. Самая глобальная для нас проблема – это, не побоюсь этого слова, рейдерский захват нашей придомовой территории. Судя по публичной кадастровой карте, рынок частично расположен на придомовой территории МКД. Этот факт нам подтвердили и представители администрации Ленинского района. Торговля по улице Попова малая, осуществляется несанкционированная. В том числе частично действительно расположена на придомовой территории дома номер 64 по улице Попова. С целью недопущения торговли на указанных участках администрации района в еженедельном режиме проводятся рейды. Всего с начала текущего года нами было составлено 64 протокола. Все лица были привлечены к административной ответственности. Владельцев транспортных средств и одного контейнера, расположившегося на рынке, уже выявили. Управляющая компания подала иск в суд. Остался еще один. По факту размещенного контейнера в настоящее время на придомовой территории, также нами совместно с сотрудниками отдела полиции, собственник контейнера данного выявлен. Управляющая организация готовится к заявлению в суд об обязании собственника демонтировать данный контейнер. Да, рейды проводятся, нарушителей наказывают. Однако в корне проблема не решается. Жалуются жильцы многоэтажки. Мы бьемся, мы стучим, мы ходим. Ну, иногда бывает, что руки опускаются, потому что мы безрезультатно ходим. Нас как будто бы не слышат. Дело в том, что администрация Ленинского района говорит, мы со своей стороны делаем все, что мы полномочны делать. Это штрафы, это рейды и все. Так эта территория выглядела 10 лет назад. Жители все же намерены сражаться за перенос рынка и восстановление зеленой зоны придомовой территории. Что касается районной администрации, то, как нам сообщили чиновники, в их силах в рамках действующего законодательства лишь продолжать проводить рейды и акции по сбору мусора. В Барнауле ограничат движение по улице Партизанская от проспекта Ленина до Социалистического. Это связано с проведением модернизации и реконструкции инженерных сетей на участке теплосети на этой улице. Данное ограничение будет действовать у нас до 19 ноября. Это у нас будет частичное ограничение. Но на участке улицы Партизанской в районе здания номер 70 будет полное ограничение движения. Также с сегодняшнего дня и по 3 октября. Данные работы у нас синхронизированы для того, чтобы вызвать меньшее неудобства для жителей и водителей нашего города. Добавим, что ограничение движения на участке будет действовать только по четной стороне улицы. А вот полное перекрытие улицы в районе дома номер 70 изменит схему движения и для личного транспорта, и для общественного. Как будут ездить автобусы, горожан просят ознакомиться на сайте администрации Барнаула. А владельцам автомобилей рекомендуют выбирать для объезда улицы Чкалова и Никитина. Отношения России и Монголии продолжают укрепляться. Визит президента страны Владимира Путина в первые дни сентября стал подтверждением этого. Для продолжения международного общения консул Монголии прибыл в республику Алтай. Официальная встреча прошла в Горноалтайске. Участники обсудили перспективы сотрудничества, реконструкцию пограничного пункта Ташанта, поставку в Монголию продукции мораловодства, меда, чистой питьевой воды. Республика Алтай – один из субъектов России, с которым граничит Монголия. Для обсуждения актуальных вопросов, касающихся сотрудничества стран, консул Монголии прибыл в регион. Это мой сегодняшний визит, это не первый раз, это третий раз. Я посещаю республику Алтай, я посещаю их хорошей, прекрасной природой. Мы считаем это стратегическим и братским народом Монголии и России. И в дальнейшем наши западные районы Монголии тесно сотрудничества по экономическим линиям и по линиям туристическим. Очень много из них связано. Участники встречи отметили значительный потенциал региона для дальнейшего роста взаимовыгодного сотрудничества. Проходящие на постоянной основе бизнес-миссии предприниматели Республики Алтай и Монголии позволяют заключать взаимовыгодные контракты на поставку товаров. Основная тема для обсуждения стала перспектива сотрудничества Республики Алтай и Монголии в торговле, в образовании, в науке, культуре, а также вопрос реконструкции приграничного пункта Ташанта. Обсудили вопросы логистики и поставок продукции в Монголию. На данный момент мы поставляем в Монголию в основном орехи, фитопродукцию, но обсуждается вопрос поставок продукции мораловодства, меда, чистой питьевой воды. Помимо этого, важной темой обсуждения стало оказание туристических услуг. Строительство в Республике Алтай аэропорта международного класса позволит увеличить туристический поток из разных стран. Консул Монголии отметил возможность открытия прямого рейса. Кроме того, туроператоры Монголии смогут посетить крупнейший всесезонный курорт Монжирок. Встреча в Республике Алтай стала новым шагом в укреплении международных отношений между Россией и Монголией, подчеркнули все участники встречи. В Алтайском крае все чаще диагностируют инфекционные заболевания позвоночника, когда позвонки или даже спинной мозг поражает гной. По словам врачей, за последние годы пациентов с такой неспецифической инфекцией стало больше. С чем это связано и насколько сложно поддается лечению, узнавала наша съемочная группа. Гной, возникающий в позвоночнике и съедающий позвонки или даже спинной мозг. Такую неспецифическую инфекцию все чаще стали выявлять в Алтайском крае, впрочем, как и по всей стране. Сложно сказать точно, из-за чего возникает гематогенный остеомиевит, но его увеличение, увеличение количества этих случаев, большинство авторов, как наших, так и зарубежных, связывают именно с инфекцией ковида. То есть непонятно, чем именно это вызвано или самим ковидом, или его лечением, но факт остается фактом. После эпидемии ковид количество этих случаев значительно увеличилось. Врач работал с такими пациентами уже в запущенной стадии воспаления, когда операция – единственный путь. Но на ранних стадиях это успешно лечится антибиотиками, и главное – эту раннюю стадию вовремя диагностировать. Для этого сегодня в Барнауле прошла научно-практическая конференция, посвященная новым технологиям в лечении заболеваний позвоночника. С участием именитых докторов со всей России представители ассоциаций хирургов, вертибрологов и травматологов-ортопедов регионального Минздрава, а также ГМУ. Эта конференция организована именно для сотрудников первичного звена, то есть для медицинских организаций именно Алтайского края, для центральных районных больниц, для городских больниц. Здесь будут не только травматологи-ортопеды и невохирурги, здесь будут хирурги, здесь будут ревматологи, терапевты, неврологи, реабилитологи, рентгенологи. То есть все смежные специальности, которые принимают участие в лечении пациентов с повреждениями и заболеваниями позвоночника. Также врачи обсудили травмы и дегенеративные заболевания позвоночника. То, что может начаться с остеохондроза и привести к более серьезным диагнозам – деформациям, грыжам, артрозам. А на практической части участники разбирали кейсы лечения реальных пациентов с учетом развития технологии. Это шейная пластина для фиксации после перелома, после дегенератических изменений. Блокированные винты новые, толщина пластины уменьшается, новые материалы используются. В Федеральном центре травматологии края отмечают, что на Алтае стали чаще выявлять различные заболевания на ранних стадиях. Но растет и число операций. Это связано с развитием системы выхаживания больных, разработкой новых инструментов, улучшением анестезии. Поэтому сегодня успешно оперируют даже 70-летних пациентов. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. А в краевом перинатальном центре ДАР спасли беременную женщину из Славграда. В Барнаул ее доставили санавиации в критическом состоянии. В центре сообщают, что у женщины было высокое артериальное давление и повышенный уровень белка. В ДАРе ей провели операцию кесарево сечения. Как позже объяснили специалисты, у беременной был риск отслойки плаценты и ухудшения состояния вплоть до летального исхода. Ребенок появился на свет на 33-й неделе беременности. Сейчас его жизни и жизни мамы ничего не угрожает. Славгород и в сводке печальных новостей этих суток. Во время пожара там погибла женщина. Возгорание произошло в квартире многоквартирного дома на улице Южная. Спасателям удалось вывести из опасной зоны четверых жильцов. Но одна женщина была обнаружена уже мертвой. Пожар площадью 6 квадратных метров ликвидирован. Выясняются причины трагедии. Также выясняются обстоятельства возгорания на Барнаульской ТЦ-2. Этой ночью там горел хозяйственно-бытовой склад. Известно, что в помещении площадью 30 квадратных метров горел утеплитель. Спасателям пришлось работать в условиях сильного задымления. В ликвидации пожара были задействованы порядка 80 человек и 22 единицы техники. Обошлось без пострадавших. В МЧС сообщают, что ночной пожар на работу ТЦ не повлияет. Больше двух тонн мусора собрались горы Белуха и экологических троп, ведущих к ней. Эко-активисты со всех уголков страны – Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Новосибирска, городов Алтайского края – пытались вернуть природе Алтая ее первозданный вид. О 10-дневной экологической акции смотрите в следующем сюжете. Туристы обжигают банки. Видите? Банки до конца не обжигаются, потому что дров здесь не хватает для этого. Поэтому надо менять правила. Все, что ты принес, просто забираешь с собой. Такого девиза должен придерживаться каждый турист, считают эко-волонтеры движение «Мусорная лавина». Уже четвертый год подряд по завершению летнего сезона они проводят акцию по сбору мусора на горе Белуха – одной из главных достопримечательностей республики Алтай. Кстати, для местных жителей Белуха – священная гора. Территория природного парка Белуха составляет где-то около 131 тысяч гектаров. На территории парка, получается, у нас находятся четыре памятника природы. Это гора Белуха, Золотые горы, получается, памятник природы Акемского озера, памятник природы Кучелинского озера и водопад Текелю. Алтай и его красоты все больше и больше привлекают туристов. Их поток с каждым годом растет. Турпоток составляет в 2023 году около 2,6 миллионов посещений. В 2024 году по состоянию на 1 сентября 2024 года турпоток составил около 2 миллионов посещений. И по ведомственным данным также прогнозируется увеличение турпотока на конец года до 2,7 миллионов посещений. Акцию организовали волонтеры совместно с компанией «Эволар», где сохранение экологии Алтая считают важной социальной миссией. За три года волонтерам удалось утилизировать больше 12 тонн мусора. Как здорово и хорошо, что такие компании, как «Эволар», понимают, поддерживают. И я очень рад и надеюсь, что это партнерство продлится долго. Вот так мы собираем силами, днями, всем мусором, чтобы чисто было. В этом году акция прошла с 17 по 25 августа. В ней приняли участие 14 добровольцев из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Кемерово, Бийска, Барнаула и даже Узбекистана. Два дня мы идем наверх. Люди разной физической подготовки участвуют. Идем мы медленно, преодолевая себя, преодолевая препятствия, непогоду, дождь, снег, слякоть, слезы. Мы поднимаемся и здесь уже производим уборку, выходим в радиальные выходы, в походы. Каждый выход составляет около 5-6 километров. И на себе стаскиваем этот мусор, все в одно место. Далее сортируем, взвешиваем и ждем вертолет. В вертолету Ми-8 пришлось сделать два рейса. Всего собрали 150 мешков мусора общим весом в 2 тонны. Гора стала чище. Чистая гора, чистая совесть. Юлия Щепина. День с толком. В Малтайском крае торжественно открыли второй театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина «Здравствуйте, люди». В его афише 13 постановок, которые привезли гости из Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода, других российских городов и даже из Казахстана. Последний раз фестиваль проводили 5 лет назад. Тогда гостей было в два раза меньше. На открытие побывал Данил Кузнецов. Трактор в колхозе, значит хлеб на обозе. С представлением в стиле советского времени начался второй театральный фестиваль спектаклей по произведениям Шукшина. Прямо у театра драмы, который носит имя нашего знаменитого земляка. По всем канонам этого классика открытие было под березами. Стилистика 60-х выбрана неспроста. В эти годы Василий Макарович стал известен широкой публике как писатель и режиссер. Вот я как гражданин, как человек чувствую, что формат мероприятия полностью соответствует творчеству Шукшина. Его нравственности, его правде, его человечности. Такая, знаете, ностальгия по этим чувствам. В честь 95-летия со дня рождения Шукшина фестиваль решили сделать поистине масштабным, не ограничиваясь только рамками театра. Например, в Барнауле и Сростках организуют две экскурсии. Также можно будет послушать пьесы, которые драматурги создали в рамках творческой лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Мы проводили читки пьес, те, которые не вошли у нас в тройку. Одна читка будет в Гмилика, две у нас. То есть те зрители, которые не успели познакомиться с нашими пьесами, они послушают. Есть сюрпризы и для гостей, которые приехали на фестиваль из других городов. Для них сделали специальную выставку, которую даже открыли. Необычно. В этом году на фестиваль приехало десяток театров из городов и населенных пунктов России. И даже из Казахстана. Для гостей мероприятия создали целые экспозиции, рассказывающие о главных достижениях той местности, откуда приехали театралы. Не забыли даже про поселок Мотыгино Красноярского края. Это поселок городского типа, населением в 5000 человек, где существует профессиональный театр. Это уникально в стране. Города представят 13 спектаклей, так или иначе связанных с творчеством Шукшина. Большинство из них, конечно, по мотивам его прозы. Притом изначально организаторы выбирали из 40 заявок. Во многих театрах России, это происходит совершенно самостоятельно, независимо, никто никого не составляет, делают у себя постановки по Шукшину. Нам кажется, говорит это прежде всего о том, что Шукшин современен и что сейчас происходит, и этому есть объективное подтверждение, определенный возврат интереса к его творчеству. Интерес к Шукшину заметен невооруженным взглядом, говорят эксперты. На первое представление в театр пришли сотни людей. Одним словом, в зале был аншлаг. Открыл фестиваль губернатор края Виктор Томенко. Я хочу пожелать всем участникам фестиваля выступить достойно, показать по-настоящему свое творчество, свое искусство, поделиться со зрителями своим пониманием, своими взглядами и эмоциями. Первый спектакль программы «Детенок мой» представил Краевой театр драмы. В этой истории центральное место занимает, как ни странно, не Шукшин, а его мать. На судьбу вдовы выпали тяжелые годы, репрессий, голода и войны. На какие жертвы приходилось идти, чтобы вырастить гениального писателя и режиссера, было показано в постановке по мотивам пьесы минского драматурга Дмитрия Богославского. Но для поклонников творчества Шукшина добавим, что фестиваль только стартовал, и продлится он до 27 сентября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле начался ремонт дома купца Яковлева. Здание многим известно по свадебным фотосессиям. На фоне его любят фотографироваться молодожены. Дом построили в 1913 году по заказу предпринимателя купца Степана Яковлева. В 17-м здании национализировали большевики. В разные годы здесь располагались лазарет, НКВД, биржа труда. В 41-м дом передали Государственному банку СССР. Сегодня здание принадлежит Центробанку. Он займется капитальным ремонтом дома, который имеет статус памятника архитектуры федерального значения. Планируется, что все работы завершат во втором квартале 2025 года. Субтитры создавал DimaTorzok